Википедия В 2001 году туда начали приходить люди, они приходили, проект рос, рос экспоненциально, но где-то примерно к 2005-2006-2007 году возникла ситуация, что развитие сообщества остановилось, то есть количество активных участников сообщества примерно с тех пор, с 2007 года, уже в течение практически 10 лет остается на одном и том же уровне. То есть если там считать по активным участникам, по количеству администраторов, то мы получаем, что с 2007 года количество активных участников, администраторов и всего такого, всех людей, которые постоянно занимаются Википедией, оно не увеличивается. Соответственно идея, которая начала возникать еще в те времена, заключается в том, чтобы привлекать людей к не такому активному, просто к участию в Википедии, там, в какими-то небольшими частями, то есть сделать небольшой вклад в какой-то там, в конкурсе, где-нибудь еще. Соответственно, почему вообще люди не могут редактировать Википедию, как вот в аудитории человек 5 есть? Как именно писать статьи с нуля, как активные участники? Во-первых, это очень большая сложность в плане правил Википедии. В принципе, если взять все правила Википедии и распечатать, получится там отдельная энциклопедия правил Википедии. Во-вторых, это сложный синтаксис Википедии. Ну, также есть проблемы с лицензиями, с сообществом, которое отвергает новичков. И вообще люди, не все знают, что можно редактировать. Кто знает, многие боятся. Соответственно, смысл в том, чтобы постараться людей, которые не могут взять и написать статью с нуля, привлечь к какой-то работе, которая им дастся проще. Вариантов много, да, то есть в частности можно какие-то конкурсы проводить, можно попробовать облегчить им ту работу, которую делают участники Википедии так вот хардкорно, редактируя код, попробовать для новичков сделать ее более простой. Например, последние лет пять создается визуальный редактор по принципу визуального редактирования. Так же как Word, как Google Docs, который позволяет новичкам просто кликнуть мышкой и что-то изменить. Практически все старое сообщество Википедии считает эту работу неэффективной, что с таким редактором никому работать неудобно. Но надо понимать, что есть сообщество, которое занимается этой работой долгое время, которое потратило много времени на изучение синтаксиса, на то, чтобы с этим разобраться. И есть люди, которые не готовы тратить много времени, которые просто хотят немножко улучшить Википедию. Вот для таких людей надо возможности облегчать работу с сайтом. То есть в данном случае мы говорим про Википедию, но если у вас там другой сайт, надо понимать, что многие люди не готовы серьезно изучать сайты для того, чтобы что-то с ними делать. Они просто хотят прийти, помочь и дальше заниматься своими делами. Второй интересный кейс – форма обратной связи. Вот мы ее ввели в русской Википедии примерно в 2007 или 2008 году. И с тех времен это, наверное, самый эффективный до сих пор способ общения с читателями. Люди, которые не понимают, как работает Википедия, не понимают правила Википедии, лицензии, ничего, они просто видят ошибку и видят ссылку сообщить об ошибке, кликают на нее и в свободной форме сообщают. Многие пытаются сообщать, что не работает ВКонтакте, например, но это как бы… Ну, что поделать. Ну, это тоже, да, люди стараются помочь хоть как-то другим людям. Вот. И до сих пор такой способ, там, порядка 20-30 сообщений в день появляются от пользователей, которые вообще ничего не знают о Википедии. Проблема с этим способом в том, что каждое сообщение нужны волонтеры, опытные волонтеры, которые будут это сообщение обрабатывать, разбираться в проблеме, что-то с этим делать. К счастью, в сети, там, 10 лет практически уже, такие волонтеры находятся, и я надеюсь, что, как бы, вот этот процесс, он работает. Непонятно почему, люди постоянно меняются, там, каждый год уходят, приходят новые, но вот такой процесс почему-то до сих пор работает. Мне кажется, это прекрасно. Более такие активные вещи, да, это проводятся конкурсы по тому, чтобы мотивировать участников, в частности, если по написанию статьи конкурса, это мотивировать участников, которые уже что-то делают в Википедии. И тут такой момент, что в конкурсы, которые требуют каких-то знаний, сложно вовлечь новичков. Поэтому такие вещи обычно проводятся для тех людей, которые уже что-то понимают в Википедии, которые хотя бы несколько раз ее редактировали. и в любом случае они требуют большой работы от участников, которые что-то понимают. То есть надо подготовить списки статей, нужно оценить в итоге работы участников, это требует времени, но в целом такие методы вовлечения людей в проект, они окупаются, потому что, в принципе, пять человек, которые занимаются организацией, могут привлечь человек 50 к участию в конкурсе. То есть это люди, которые высоко мотивированы на то, чтобы как-то помогать улучшать проект. Есть, например, у нас еще 50 человек, которые менее мотивированы, но мы их привлекаем к проекту. Проводится также много фотоконкурсов, в частности, два таких основных. Это Вики любят памятники, Вики любят землю. В частности, мы с Теплицей делали в свое время сайт для этого конкурса. Это очень интересная штука, потому что люди вообще, которые не понимают ничего про Википедию, но любят участвовать в конкурсах, любят фотографировать, что-то, например, интересуются своими городами, они готовы в них участвовать. То есть они получают какую-то там славу за первые места, получают призы, радуются. И, в принципе, многие даже не понимают, что, участвуя в конкурсах, они помогают Википедии. То есть они не знают тоже про лицензии ничего. То есть люди, многие считают, что если они что-то выложили в интернете, они просто могут все пользоваться. И условия лицензии, по которым все могут действительно пользоваться, их устраивают полностью. и у них с этим проблемой возникает. Как бы все в итоге рады. Люди поучаствовали в конкурсе, они получили призы, ну или просто там порадовались, что загрузили фотографию. Википедия получила десятки тысяч новых фотографий, материалов, которые иллюстрируют статьи. Еще один интересный кейс – это геймификация или графикация. Есть какие-то совершенно базовые факты в статьях, которые можно ужать до совершенно минимальных вещей. То есть, например, человек может выбрать и указать, является ли определенная фотография, фотографиям, изображением данной статьи или гербом для данной статьи. Такие вещи не требуют от людей практически вообще никакого понимания. Даже на уровне языковом. То есть, они могут оценивать для других языков такие вещи. То есть, можно вовлекать очень широкий спектр людей в работу. Но при этом проблема больше на этапе разработки таких вещей. И все равно люди, когда выбирают какие-то значения, угадывают картинки, угадывают, например, пол людей, они совершают ошибки. Ошибок много относительно, ну, я думаю, процентов 10 бывает. То есть, такие подходы к вовлечению людей, они удобны в том плане, что мы вовлекаем очень широкий круг людей, но при этом надо проверять. Надо проверять, надо подготавливать данные. Тоже нужны волонтеры, которые этим занимаются. Но в целом, вот, все это позволяет нам, там, ценой времени от 5 человек привлечь к работе 50 или 100 человек. И в итоге эффективность работы над проектом сильно повышается. Вот, в принципе, это был последний слайд. Если вдруг какие-то вопросы по тому, как люди еще могут работать с Википедией, как можно им помочь с этим, и как, например, в ваших проектах можно что-то подобное организовать, я готов ответить. И у нас есть еще 4 минуты. Давайте поаплодируем Сергею. Значит, я как-то брал с Викимедией, да, для… я хотел когда-то создать Википедию по SolidWorks. SolidWorks очень такой интересный продукт и очень трудный в изучении. И я взял когда-то движок, и вот у меня сейчас 3 года лежит, и я сталкиваюсь с большой проблемой, да, что спам, который… столько алгоритмов спама придумано, что мне приходится в ответ работать над тем, как делать антиалгоритмы этого спама. Потому что настолько автоматизированы схемы внесения вот этой ложной информации. Я представляю, с какой колоссальной проблематикой сталкивается вообще по-настоящему Википедия. О том, что сколько роботов, ботов и так далее. И вот я так предполагаю, что это должна быть основная ваша головная боль. Вот прокомментируйте мне как-нибудь это. На самом деле есть не только автоматические алгоритмы внесения спама, есть автоматические алгоритмы борьбы со спамом. То есть есть черные списки сайтов, есть расширения, которые интеллектуально отлавливают спам. В принципе, если вы посмотрите среди расширений, которые к медиавике относятся, к движку Википедии, там подобные вещи есть. Еще вопросы? Так, вопросов нет? Тогда, Сергей, большое спасибо. Спасибо.